МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Александрович, а где проходит граница между злом и добром? Граница, как мне не раз приходилось говорить, проходит черезо все страны, черезо все партии, черезо все классы, черезо всех людей, по сердцу каждого человека. И даже в сердце каждого человека эта граница меняется со временем. И у меня, конечно, так было. И у всех так. Александр Солженицын. Какой образ возникает в голове при упоминании этого писателя? На ум он приходит слегка седым, с задумчивым взглядом, неизменно направленным внутрь себя. Солженицын похож на почтенного старца, но надо сказать, что и судьба его с родним ученическим скитанием, описанным в Библии. Сегодня в серии «Нобелевские лауреаты». Человек, прошедший лагерь, ветеран войны, выдающийся политический и общественный деятель, писатель Александр Солженицын. Я считаю, что Александр Саевич и для современников, и для потомков остается образцом внутренней свободы, человеческого достоинства. Он многих вдохновил, многим показал пример. И можно сказать так, что с его уходом в 2008 году окончательно завершился 20 век. Наступает новая эпоха, и какой она будет, мы не знаем, посмотрим. Это зависит в первую очередь от нас самих. И кто же может в этом усомниться после урока жизни? Александра Солженицына. Писатель родом, как он сам говорит, из нижних слоев. Он родился в 1918 году в Кисловодске. Сейчас это Ставропольский край. Его отец нелепо погиб на охоте, так и не увидев родившегося сына. Учился Саша в Ростове. В школе мальчика дразнили за ношение креста и за то, что не хотел вступать в пионеры. Закончил Ростовский государственный университет, выбрал физико-математический факультет. Поступил в 1936, а выпустился в 1941. В 1944-м за военные заслуги он был награжден орденом Красной Звезды, а в 1945-м его арестовали. Имел неосторожность в переписке и критиковать Сталина за искажение ленинизма. И уже в июне, когда вся страна праздновала победу, его приговорили к восьми годам заключения и вечной ссылки. Срок заключения закончился 9 февраля 1953 года. И все поет во мне, свободен, свободен, напишет он в романе «Архипелаг ГУЛАГ». Тогда писателя привезли на место его жительства. И первую свою ночь он провел не где-то, а под открытым небом. На следующий день он узнал о смерти Сталина. Позже, после этого, будет успех его книги «Одного дня Ивана Денисовича», который первым напечатает «Новый мир». Всеобщее признание не только в Советском Союзе, но и за границей. Затем будет уже непонимание, неприятие, Нобелевская премия, дальше эмиграция. И на склоне лет он вернется снова к нам в Россию. Слежка за Солженицыным продолжалась большую часть его жизни. В 1960-х в КГБ даже было создано специальное подразделение, занимавшееся исключительно оперативной разработкой Солженицына, 9-й отдел 5-го управления. «Архипелаг ГУЛАГ» – пожалуй, самое известное произведение автора. В самом названии уже заложена вся суть того, что пытается сказать нам писатель. Его архипелаг – это не географическая точка на карте, это метафора, объясняющая, что вся страна превратилась в тюрьму, где одни сидят за решеткой, а другие за ними наблюдают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смирение – это вообще категория не социальная, это категория личная. В социальной сфере, когда народ терпит миллионами, это называется не смирение, а терпение. Великотерпение русского народа, которым определяется наш ход истории. Есть в нем основа для высокой нравственности, но есть и основа для социальных неудач и угнетения. 14 февраля 1974 года был даже издан приказ начальника главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР об изъятии из библиотек и книготорговой сети всех произведений Солженицына. Все это происходило каких-то 46 лет назад. По меркам истории – ничтожный срок. А сегодня у каждого из нас есть возможность прочитать его книги, изучить его творчество. В нашей центральной библиотеке и во всех библиотеках городского округа Воскресецк у нас есть книги Солженицына. Мы уже говорили, архипелаг ГУЛАГ, также можно познакомиться с жизнью и творчеством Александра Солженицына. Вот такая замечательная книжка «Жизнь и творчество». Мировая классика. Вот мы видим в «Круге первом» тоже его рассказ. Пьесы. Пьесы есть книжка, рассказы Александра Солженицына. Литература много, литература разнообразная. То есть все самые современные, распространенные, самые читаемые произведения Солженицына здесь у нас есть и здесь у нас представлены. После выдворения Солженицын какое-то время жил в Вермонте. В 1992 году к нему в гости наведался Говорухин. Он записал большое интервью с писателем. Вот как Солженицын отзывался о тех временах. Это через год после так называемого августовского путча. Вот, скажем, я читаю у вас в «Красном колесе» описание февраля. И внешне поражаюсь вот сегодняшнему сходу. Все безумно похоже на нас. И вдруг я вчера в вашей статье натыкаюсь на такую фразу. Написано в 83-м году. «Так тем опаснее станет для нас февраль в будущем». Пишите вы в 83-м году. «Если его не вспоминать в прошлом». Ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака за 8 месяцев развалившего страну. Это может повториться, если мы не будем опытом своим вооружены. Я все время этого боялся. И в тот момент, когда началась «Горбачевская» перестройка, я тоже боялся этого. И, к сожалению, пошло даже не только как в феврале, а хуже. Раз мы находимся на холодном утесе тоталитаризма, нам спуститься в долину нельзя прыгнуть. Нам нужно медленно-медленно при твердой, уверенной власти медленно спускаться виражами в долину демократии. И меня за это клеймили тут, на Западе, и третья эмиграция, что значит, я не хочу демократии. Раз я не хочу демократии в один день сразу, значит, я враг демократии. А я и знал, что это будет. Я имел богатейший опыт. Я 17-й год пережил на себе. Да, этого самого я боялся. И наш нынешний хаос прямо напоминает тот. Только тот длился 8 месяцев и кончился большевистским переворотом. А этот вот, а это толкание, в общем, длится уже 7 лет. И как мы из него выйдем, в какую сторону, это еще вопрос. Вместе с семьей Солженицын вернулся на родину 27 мая 1994 года. В 2007 году его наградили Государственной премией Российской Федерации за выдающееся достижение в области гуманитарной деятельности, с чем его поздравил Путин лично. Александр Исаевич Солженицын скончался 3 августа 2008 года на 90-м году жизни в своем доме в Троице-Лыкове. На траурной церемонии присутствовали Михаил Горбачев, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Татьяна Колганова, Руслан Полянин. Новости Искровект. Руслан Полянин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok